Согласно изменениям в налоговом кодексе, срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц был перенесен на 1 апреля следующего за отчетным налоговым периодом. То есть за 2021 год оплата должна пройти не позднее 1 апреля этого года. Хотелось бы напомнить автовладельцам, что налог на транспортные средства исчисляется налогоплательщикам самостоятельно и уплачивается по месту жительства, не по месту регистрационного учета автотранспортного средства, а именно по месту жительства автовладельца. Исчислить налоги на транспортные средства можно через телеграм-бот, там есть сервис-калькулятор, соответственно, там можно будет самостоятельно исчислить налог на транспортные средства. При этом нужно знать объем двигателя. Оплату налога можно произвести через мобильные приложения ИСАЛы Казамат, портал ЕГОВ в отделениях Каспочты, а также через мобильные приложения банка второго уровня. При этом есть и новшества. Они касаются грузовых автомобилей категории «Б». Теперь малогабаритные фургоны облагаются налогом на транспорт в зависимости от грузоподъемности, а не от объема двигателя, как это было установлено ранее, за исключением пикапов. То есть не по объему двигателя, а уже по грузоподъемности. К примеру, если «Газель», фургон у нас с объемом двигателя 2,6, исчислял налог на транспортные средства в размере 9 мрп выходил, если в тенге переводить, это 26 253 тенге, а с текущего года, за налогопериод 21 года, грузоподъемность у данного автомобиля – это полторы тонны, соответственно, налог уже будет у него 5 мрп. Если в тенге перевести, это 14 585 тенге, то есть в два раза меньше уже налог на транспортные средства составляет. Сегодня, по официальным данным, в Кустанайской области числится больше 135 тысяч автовладельцев. В их распоряжении находится 180 тысяч авто. При этом 5 тысяч кустанайцев считаются недобросовестными налогоплательщиками, которые задолжали в бюджет 93 миллиона тенге. Виктор Ваташко, Дярах Мечин и Татьяна Калюжная, РТН.